Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, весь род избранный, народ Святой Божий, Царственное Священство, все люди, взятые, все люди Божьи, взятые в удел Его. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем от чистого сердца желаю возрастать во всякой благости, праведности и истине. И в познании, то есть в соединении с Господом нашим и Богом Иисусом Христом. Ибо Он всегда все нам подает потребное для жизни и благочестия. Поэтому у кого-то каких-то отмазов, я думаю, быть не должно. И отговорок. Отмаз такое жаргонное слово, да? Ну что, давайте помолимся Господу. Без Него ничего делать не хотим, не можем, да и не будем. Я хотел бы записать ролик на одну, думаю, очень всем интересную тему. Господи, Иисус Христос, Господь мой и Бог наш, Сущий, благой и неизменный в помышлениях, слове и делах и воле своей Бог. Ибо воля Твоя всегда блага и неизменна, чтобы все мы были счастливы. Спасибо Тебе за все, за все, что подаешь нам от начала сотворения всего мира и каждого из нас в частности. Благослови сию трансляцию уста говорящего, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. И да прославишься Ты, Господь мой и Бог наш. И имя Твое Святое, явленное Тобой на кресте, в которой есть любовь. И да откроется помышление многих сердец и узрит всякое плоть, славу, величие, а главное, божество Твое, воскресение Твое. И будут на Тебя уповать все народы и все мы, искренние христолюбцы. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Христос посреди нас, братцы и сестры, Он был живой. Он здесь сейчас вместе с нами. Он не магия, не природа. Он сущий, неизменный, личностный творец, имя которому любовь. И нет в нем ни капли тени, ни перемены, ни злобы, ни тьмы, ни ненависти, ничего, ничего, ничего. А поговорить бы я хотел... Ролик, наверное, зову, да, думал все перечислять, но просто духовная жизнь. А жизнь начинается у человека, естественно, мы знаем, с зачатия, да? Ибо Бог есть жизнь, есть свет для человеков. И этот свет есть жизнь человеку. Поэтому жизнь без света невозможна, это тьма. А свет есть Бог, а Бог есть любовь. Но прежде чем вот таким образом родиться, сначала человек, сначала его родители зачинают, да? И Господь нас зачинает точно так же, как мы все это знаем, я думаю, из Писания, от Слова Божьего, пребывающего вовек. Поэтому прежде чем родиться свыше, многие бедные люди мают с этим вопросом, не понимая этого. Все очень просто. Конечно, чтобы родиться, надо зачаться. И зачинается человек от проповеди христианства. И слыша о Христе, слыша о его благих делах, которые он творил, слыша, что он явил свою любовь до конца даже на кресте, слыша, что он воскрес точно так же, как и пришел на землю и распялся во плоти. Все это исповедуя, приняв Божью любовь, покаявшись и исповедуя Иисуса Христа Сыном Божьим, что бы он под этим пока не подразумевал, ни Учителем, ни Мессией, а именно Сыном Божьим, человек этот крестится и получает в себя семя. Это и есть семя, которое он вся точнее получил. Конечно, и такого человека можно крестить. Если вы проповедуете, если человек этот от вашей проповеди, отец его коснется, как нам сказано, никто не может прийти, как Христос сказал, ко мне, как только если не отец его приведет. Если отец этого человека ведет к себе через ваши блаженные ноги и уста, которыми вы пошли благовествовать, и человек покаялся, услышал, почувствовал прикосновение Отца. Конечно, вы можете крестить такого человека во имя Иисуса для принятия дара Святого Духа. И с теми дарами этого Духа, какие Господь в нем раскроет на момент крещения или после, которыми он мог бы служить для славы Божьей. Вот вам человек, зачавшийся. Но этот человек дальше может бродиться, этот человек уходит в пустыню сердца, его начнут раздирать весь мир, все соблазны мира. Весь эгоизм его начнет всплывать наружу. Это образ пустыни, как Господь после своего зачатия, так скажем, в образе крещения, как эта семечка свыше сходит, Дух Святой на голову, крещаемому по образу Христа, и все мы так же его принимаем. Это точно так же, как семечка падает в землю. Это точно так же, как мужское семя попадает в лоно женское. После этого под землей, в чреве женщины, под землей фундамент как строительство дома, происходят все эти вещи. Поэтому Господь уходит в пустыню. Это образ невидимым никому. Он там пребывает один, никто его не видит. Там происходит брожение. Там происходит это чудо. Чудо зачатия. Как из семечки появляется росточек. Это же чудо. Семечка-то была вот размером. Как оно могло стать таким? Как семя мужское, яйцеклетка женское могли стать четырьмя-пятью килограммами, как говорится, чисто несказанной красоты, да? Этим ребеночком, костями. Помните, как в книге Маковеев мама говорила, я не знаю, как Господь сотворил кости твои в очреве моем. Вот человек проходит пустыню. Возможно, его понесет в разные учения. Возможно, он будет пытаться жить, творя дела добра, его будет совращать, как лукавый. Все царства тебе дам, все богатства, всю власть. Человек будет думать, да зачем я буду все это делать? И только человек, который после всех искушений, после всех этих культов и обрядов, он, возможно, пойдет по каким-нибудь конфессиям, по этим рукам. Православные, католики, протестанты, сектанты самые жуткие. Пройдет все это. Это вот образ, вы помните, когда Господь Никодиму говорил, что такое родиться, слышь-то. Родиться, начало зачаться-то. И вы помните, когда человек рождается, он слышит самарян, приходит к самарянке, идет в Самарию и встречается с самарянкой. И говорит, как, ведь Господь, выходя из пустыни, что сказал сатане? Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И эту тайну раскрывает Иоанн Богослов. Иоанн Богослов, это не высокие тайны его Евангелия, а наоборот, духовное толкование синаптических Евангелий, так называемых, Матфея, Марка и Луки. Хотя они, по сути, об одном все говорят, с небольшими расширениями, дополнениями. Иоанн Богослов открывает слова чудные, как Христос говорил с обычной женщиной, по сути, в грехе живущей, ибо имела пять мужей, даже шестой, даже и мужем-то не назывался ей, а так, сожитель. И он ей о чем говорит? Что поклоняться Господу Богу, что Христос сказал сатане, «Вы будете ныне, ибо пришло и исполнилось время, в духе, в духе чего? Дух какой у Бога? Он говорит, посмотрите на меня, ибо я крот, так и смирен в сердце». Вот в этом духе кротости и смирения. Смирение – это полное отречение от себя и полное упование на Бога. А кротость – это полное непревозношение ни над кем, ни перед Богом, это я вот сделал, ни перед людьми, когда тебя на щит славят. Ты всю славу по образу Христа воздаешь, как Христос Отцу, а мы Христу теперь, потому что Христос есть и Отец одно, и Он есть Бог. И не унываешь, когда тебя поносит. Поэтому ты равнодушен, и к похвалам, как Пушкин писал, «Хвалу и клевету приемлю равнодушен». Это вам, может быть, кому-то запомнится, я у себя это когда-то зарубил на носу, хотя подзабыл, редко у себя что-то в проповедях использовал. Пушкин отлично сказал, «Это определение кротости. Хвалу и клевету приемлю равнодушен». Это то, чем занимался Христос. Его на щит хотели вознести, царем сделать, он все время уходил, убегал. Его обижали, оскорбляли, не благодарили. Он не унывал, не отчаялся и все равно творил добро. Это кротость. И смирение – это, как Господь и сказал, «Отвернись в себя и следуй за мной». Это отвержение от себя и полное следование за Христом, за Богом – это упование на Него. Это все принятие от Него, что Он все, идя за Ним, это все, чтобы брать все у Него. Это слова одного и того же порядка. «Он мой источник хлеба», то есть жизни. «Он мой источник вина», то есть радости. «Он мой учитель», а не библиотека у меня в комнате. «Он мой врач», а не вот такая вот аптека в доме. «Он мой защитник», а не вот такой вот шкаф с дробовиками, пулеметами и кнопкой ядерного оружия. «Он мой Бог», потому что это образ отца, образ родителей, матери. Они мне все подают. «Он человек, который выходит из этой пустыни, сердце, брожение своей жизнью, выходит в силе духа, то есть отвергнувшись в себя, полностью уповая на Бога, желает нести крест свой, тот поклоняется Богу». Это одни и те же слова. То же самое означает, и когда Господь Самарянке говорил. Это я вам из синаптических Евангелий, вы помните, это Господь сказал, после того, как Петр исповедовал Иисус Христом, «Ты сын Бога живого», он ему сказал, что если ты не будешь, отвергнувшись в себя, следовать за мной, неся свой крест, ты сатана. Потому что когда Петр стал ему прикословить, он ему это объяснил. А по Иоанну Богослову немножко по-другому образ красивый дан, после того, как ты родился свыше, чего не понимал Никодим, он говорит, каким образом человек дальше живет, что такое духовная жизнь, это поклонение отцу, не духовное, а то духовное, телесное делили. Это духовная жизнь, но она проявляется в делах, мои мысли, дух мой, проявляется в слове и в деле. Ну, в ногах вот я хожу, я пошел на благое дело, сделал его, или сказал о нем. Вот этот человек, человек, который в силе духа, вот в этой силе духа, кротости и смирения творит дела любви, отвергнувшись себя, все принимая только от Христа, его силу и славит Бога. Христос все делал с силой Божией, он прославлял Бога его силой. Ну, конечно, если ты еще маловерный, слабенький, идешь за Христом, а не идешь, а ползешь, да, ты хоть своими руками славь Бога, и это хорошо, и эти руки тебе дал Бог, и силу в них, и таланты в них. Но в идеале все делать силой Божией для его славы, что делал Христос. Он не лекарствами исцелял, а силой Бога. Он не мантрами и молитвами, и курсами заклинаний, какой-нибудь из конфессий, обучившийся дипломом, махая его такими крестами, и паникадилами, изгонял бесов, по силу Божьей Духа Святого, просто повелевая со властью, ибо эту власть имел и дал своим ученикам. Он не автоматами, пистолетами, мечами защищал своих учеников и себя, а силой Божьей, ибо сказал, что никто, отец, которого ты мне дал, не погиб, я Бог, и никто, кто его и его учеников хотел убить, не смогли этого сделать, ибо он Бог. Хотя он при этом не применял внешнюю даже силу Божью, никому руки не сушал, ноги не подрубал, а вот божественным способом все это дело, что никто не мог никого обидеть из них, вот так вот напрямую прекратив жизнь. Он сам преломлял хлебы, он не нуждался ни в чем, он просто молился, и в его руках он умножался. Он просто так из воды делал вино, только силу Божьей словом своим, ибо он и есть Бог. Вот кто такой родившийся свыше. И пусть ты вначале слабенький, ты только родился, ты ребеночек, ты еще сам нуждаешься все равно в родительском попечении. Да, это не значит, что завтра ты будешь горы переставлять силу и веры, но родившийся человек тот, кто положил в себе это, тот, кто тот услышанный голос, что Бог это твой отец, и этот отец благой абсолютно. Да, переваривший все, покусавший другие учения иноверные, лжехристианские учения, все эти конфессиональные культы, всю эту ересь, весь этот эгоизм, все соблазны мира, и поняв, что смысл жизни в любви, только любовь, и Христос делает меня счастливым и свободным, и полагает в камень и фундамент основания своей жизни, вот эта семечка, что я буду теперь жить для других, дарами Божьими для его славы, ибо в этом счастье жизни каждого человека, тот человек рождается свыше, и пусть поначалу у него не будет все это получаться, но человек идет, идет горячо, ревностно, идет за Христом по воде, никуда плывут все в лодке культа, нет, он выходит из нее и идет по воде за Христом, для мира это безумие, ему будет кричать, куда ты идешь, это же вода, ты утонешь, идиот, а ему Бог повелел, он попросил, и Бог сказал, да конечно, иди, это безумие для мира, но для Христа, любца, любящего Христа, он просто идет за ним по воде, он не смотрит на воду, он не боится ураганов и бури, он просто идет за Христом, Христос ему сказал, и он как раб, как себя называли апостолы, берет и идет, он сказал, Господи, повели мне идти, Господь ему сказал, иди, и он пошел, Петр не усомнился, заколебался потом, вот это жизнь, вот это то, то брожение, которое у человека идет после пустыни, даже оно будет идти, какое будет брожение идти, уже другое, уже просто будет сила веры твоей испытываться, будут неудачи, Бог будет попускать, чтобы ты еще больше возрос, он будет, он не потому, что ты будешь в печали, или в скорбях, или вроде бы молишься, а никто не исцеляется, он будет силу твоей веры испытывать, именно временем, именно временем, и что такое совершенство, это тот человек, который сел, который стяжал в себя Господа, который стал его половозрелой невестой, который готов приносить плоды, который уже настолько утвердился, что он уже вообще не сомневается ни на грамм, и тут уже у него нет вопроса, что если он молит, кто-то не исцеляется, это не потому, что у него даже веры мало, просто у Бога есть промысел обо всем, и Бог сказал, Павел хорошо сказал о Христе, что совершенные мужи приходят в это совершенство, и уже живут в этом совершенстве по образу Христа, а он сказал, что Христос страданиями, навык Отцу послушаниями, и Отец через страдания сделал его совершенным, именно это начинается крестный путь человека, именно это образ восхождения учеников за Господом на гору, это тот пик у тебя будет, когда ты станешь половозрелым, это те твои 18 лет, или 21 там в разных странах и в разных народах, ну по сути Бог сам положил это половозрелность, это именно возможность сотворить потомство, не важно, что там народы придумывали, по сути это так, и вот это восхождение на гору, где Господь преображается, это и есть образ, это и есть образ романтического ужина со Христом, это и есть то обетование, которое Господь и сказал после этого, когда Петру сказал, когда тот исповедовал, там все в кратеньких стихах это написано, что Христос ты Сын Божий, Господь сказал, да, вот на этом камне основания, вот вера, вот ты поверивал, если ты отвернешь себя, последовав за мной, пойдешь творить дела любви, то есть нести крест, то есть вот ты зайдешь на эту гору, но потом, после половозрелости, ты уподобишься мне, и ты будешь жить в жертвенной любви, тебя будет пинать, обижать, оскорблять, тебе будет казаться, что Бог тебя оставил, это чудный период совершенного христианина, это период, вроде бы, кажется, сейчас я красивые и громкие слова говорю, это период Богооставленности, человеку будет казаться, что Бога с ним нет, этот человек может болеть страшно, у него будут проблемы в семье, его будут все ненавидеть, это период Богооставленности, Он будет молиться, Бог не будет им отвечать, но Бог всегда с ним. Это тот период, когда он идет с горы. И идет не для того, чтобы ему кричали, а санны и пальмовые веточки бросали. Эти же люди завтра его будут распинать. И он вместо славы, предлежащей ему славы, как Павел дальше говорит в этом послании Римлян, принял, что поругание, поносную смерть, но и воскрес. Период этот страшный. Но пройдящее его будет иметь жизнь вечную и жизнь вечную благую. Вот вам эти периоды. Вы все сами их знаете. Вам не нужны внешние свидетельства людей. Своё зачатие вы теперь поймете. Вы услышали Слово Божье. Вы исповедовали Иисуса Христа Сыном Божьим. Вы услышали хоть плохо, хорошо, что Отец, Бог это Отец Небесный. Ну хорошо, дальше вы живете. Когда вы решитесь отвернуться себя, положившись на Христа, творить дела любви, вы родились свыше. Плохо или хорошо, хромая, ползя, но вы будете это делать. Вы будете тонуть, Христос вам будет помогать. Но вы будете идти за Христом. Вне всяких культов, вне всяких конфессий, вне всяких учений. Вы поймете, что смысл жизни в любви. И Царство, свободный вход в Царство Небесное, который на самом деле вот здесь, открывается вам в вере, в которую мы показываем братолюбие. И в этом братолюбии открывается любовь в Царство Небесное, внутри сердца твоего. И в это сердце, Царство Небесное, полное любви, входит Царь, который есть такая же любовь. И жених, который есть абсолютная любовь, Иисус Христос, выбирает себе такую же невесту, которая есть абсолютная любовь. И человек, пришедший в эту меру, когда у него уже никогда не бывает сомнений, он ни в чем не сомневается, он завтра ни о чем не переживает. Бог его всегда накормит. Он не ищет никаких радостей, кроме радости во Христе. И получает их. Именно что получает до этой горы, Бог всем благотворил. Он никогда не сомневается в Божьей любви, в его здоровье, в Божьей любви о его защите. В Божьей любви он все знания черпает только у Христа. Но после этого человек становится половозрелым. И после этого вы узнаете свой страшный путь. Это путь богооставленности. Заканчивается он крестом. Вы помните, как Господь вопияла. Отец, почему ты оставил меня? После схождения с горы Бога не было со Христом так образно. Это страшный путь. Но это счастливый путь. Потому что с этого креста ты вопиешь совершилось. И рождается новый человек в мире. Этот новый человек – это духовный Христос. Ибо первый человек – перстный, второй человек – небесный. Именно с этого креста рождается настоящая невеста Христова. С этого креста из куколи рождается настоящая божественная бабочка. Светлая, чистая, красивая, свободная. Именно там это совершенство. Путь этот неизвестен кому. Мы не знаем Божьего промысла. Мы видим, что в этом мире Бог попускает даже по телу людей, порой даже и невозможных к развитию. Вы знаете, есть разные так называемые болезни, да? Люди там, дети ДЦП или еще что-то. Я не сильно в этом разбираюсь, но все мы знаем эти немощи людские. Или в течение жизни становящиеся. То же самое духовно. Никого никогда не судите. Никто не знает ни о ком Божьего пути. Не надо никого тянуть или палкой бить. Возможно, не в этой жизни его совершенство восхождение. Мы знаем, что и после смерти есть путь совершенства, путь покаяния. Ибо Господь не сходил в ад проповедовать. Бог не смерть, Бог жизнь. Каждая книга, Евангелие, деяние или послание заканчивается жизнью и надеждой. И там люди живут, и там люди развиваются, и там идут к совершенству. Ибо Бог бесконечен во все стороны. Бог не константа, не мертвец, не смерть. Бог жизнь и только жизнь. Вот такая вот жизнь человека. Конечно, называют это духовная жизнь. Есть во многих конфессиях известные фразы. Но человек – это духовно-телесное существо. Его духовная жизнь будет проявляться в его плотяной жизни. В устах, как части тела, языке, руках, как части тела, ногах, как части тела. Поэтому он должен помимо молитвы, то есть благомыслия, должен благословлять, из себя выдавливать только добрые слова, чистые, светлые, покрывающие, уповающие, благословляющие. И дела, которые и руками, и ногами человек бежит и делает все, что только можно для славы Божьей, любя ближнего. Вот вам простые вещи, и Господь их нам положил, чтобы мы все видели через телесное. И мы безумны, что, глядя на мир внешний, который Господь создал для познания внутреннего, уже имея возраст, я общаюсь с многими людьми, уже сами понимают, что скоро туда-то отходить, даже по естественной природе. И даже не знают, родились ли они. Уже чего говорить о каком-то возрасте и возрасте совершенно. Братья и сестры, страшно. Помогайте друг друга, но не давите палкой. Мы не знаем меры чужой. Но Бог вам будет ложить на сердце, кому куда помочь. Старший брат садится с младшим и подсказывает ему, ибо сам он уже в десятом классе, а тот в пятом. И он вместо родителей, ему тоже помогают учиться. Младший сам, если брат добрый, подходит и просит, ну помоги мне. И мы помогаем. Вот так вот. Вот такие вот духовные возрасты. И вот эти все брожения, особенно вот этот путь до рождения, рождение, это когда человек полностью полагается на Бога, отрекаясь полностью от себя. Это пока в теории, понятно. Потому что человек только родится. Это только ребеночек, который только думает, сейчас появлюсь на свет и буду. Это как бы в теории. Потому что в крещении мы еще этого не делаем. Мы только принимаем это. И только радуемся, что Бог любовь, мне все простил. Вот я тебе такой... А потом ты понимаешь, что надо быть таким, как он. В этом весь смысл жизни. Это его образ и подобие. И вот рождается тот, кто после того, как в благодати, как в материнском чреве ребеночек ни в чем не нуждается, пуповинка его кормит, да, пожил там, побродил, все тебе Господь даже подавал потребное для жизни веселье, пока ты там побродил по всем культам, по всем учениям человеческим, по всем сектам, по всем грехам. Но потом, даже будучи уже христианином, но когда человек понял, что цель его святость и богуупотомление, вот положив себе в это, четко себе признав, Господу Богу поклоняйся в духе смирения и кротости, служи ему в истине, а истинность Бог, Бог есть любовь, служи делами любви к ближнему. Все, вот вам просто. Положивши себе это, человек родился свыше. Его жизнь станет явно для всех. Потому что люди увидят, как человек изменился, он бросил все грехи и стал любить всех, всех, и стал творить дела любви всем. Почему образ явления в мир, растение, которое вышло, ребенок, дом, который стал выше земли подниматься, строиться от фундамента, его дела будут его обличать. Бог сказал, дерево познается, только не по дарам, не перепутайте, а по плодам. Не по дарам судится человек, насколько он духовный и родился, какого он возраста, а по плодам. А плоды духу, любовь, радость, мир, велодолготерпение. А дары и у человека. Дар слова, дар даже разумения писания. Мы видим вот с такими седыми бородами, и это даже не родившиеся люди. Духовно. Мы судим по гирлянде, которую на елку новогоднюю навешали, но эти гирлянды снимаются, а елка выкидывается. Потому что на елке ничего съедобного нету, кроме шишек, которые люди, по-моему, не едят. Дерево судится по плодам. Не судите никого, ни себя, ни других по дарам. Духа. Дары духа раздаются каждому на пользу. А то Бог, да, если бы он все каждому давал безумцу, такие дары, он бы ими не то, что на пользу, сам себя бы заколол. Ибо дары духа – это меч обоюдоострый. Им можно как и добро творить, так и себя заколоть. Да, ему сейчас дар исцеления налево и направо. Через полгодика начнет бабло собирать, славу там по всем каналам, яхты, корабли. Дарами можно получить не жизнь, а смерть, а по плодам судьи. И правильно ли ты идешь? И вот эти плоды будут явны. Это плоды в тебе, любовь, радость, мир, а соответственно в тебе дела. Плоды – это дела. То есть ты будешь творить дела любви, то есть добра к человеку, дела добра, помощи, словом и делом. Этот человек будет мирен, этот человек будет воздержан, этот человек будет кроток, этот человек будет долготерпелив. А то все забывают о долготерпении. О долготерпении невозможно без скорбей. Вот Бог не хочет, чтобы мы скорбели. Не знаю, хочет ли, не хочет. Что-то Павел нам другое рассказывает о Христе. Что Бог через страдания делает, что через страдания человек навыкает послушанию Богу. Чему Адам воспротивился. Что Христос сделал ровно противоположно. И через эти страдания Бог его делает совершенным. Ибо сам он делал то же самое. И нам оставил путь, истину и жизнь. Ну, наверное, хватит. Больше жевать не буду. О совершенстве должны говорить совершенные. Но вот о рождении, я думаю, что мы с вами имеем право поговорить. Ибо рожденный человек, вы думаете, как узнать, родился ли я, зачался ли я, или я совершенный? Человек сам о себе будет свидетельствовать. Во-первых, потому что он есть. И ребенок, который родился, если ты будешь говорить, что тебя нет, он скажет, что вот же я стою перед тобой. Родившийся человек, он скажет, что я родился. И он скажет это, потому что его дела будут его обличать. Дела любви, радости, мира, веры, долготерпения, кротости, милосердия. Дела этого человека будут обличать. Ну, все, давайте помолимся, поблагодарим Господа за эту чудную трансляцию для его славы. Господь Иисусе, Господь мой и Бог наш, сущий над всем, и неизменный в мыслях своих Бог, в воле Своем, которая о всех людях, чтобы все мы были счастливы. Спасибо тебе, Господи, за все, за все на свете. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, спасибо за всех братьев и сестер, за всех слушающих этот ролик. Спасибо тебе, Господи, все твои благословения, ибо ты Бог абсолютный, всегда на нас, всех халчущих и жаждущих тебя, тебя и евангельской правды твоей, в которой есть любовь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ну, все, братцы и сестры, Бог живой, всегда посреди нас. Вспомните это. Ходите перед Ним с чистым сердцем. Бог-то здесь. Вы перестанете их решить, когда вы будете ощущать живого Бога. Если вы не ощущаете, вы не родились действительно. Рожденный человек чувствует бытие, в котором он родился. Точно так же духовно рожденный знает Бога, ибо он всегда рядом с ним присутствует. Он его отец, а сын всегда знает отца. Все, кому понравился ролик, ставим большой палец вверх. Кто любит меня, потому что эти пальцы вдохновляют меня. О чем-то мне говорят, о том, что мое служение кому-то полезно, кому-то назидательно, кому-то нужно. Всем, кому не понравилось, все равно ставь палец вверх. Ибо ты христианин. А христиане творят добро. И все покрывают, всему верят, всему надеются. Все мои адреса каналов наверху. Все мои контакты для связи внизу. Все полезные ссылочки справа. Всех храни Христос. Пока-пока. До встречи в следующем видео. Продолжение следует.